Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда» для многих пожилых людей является вторым домом, где они могут получить необходимую медицинскую помощь и просто человеческое внимание. Но в центре существует и отделение по социальному обслуживанию на дому. Работают на отделении 24 социальных работника, которые обслуживают граждан пожилого возраста и инвалидов, приносят им продукты, промышленные товары, если это сельское поселение, это доставка воды, продуктов, питание дров, топка печей, измерение давления, вызов врача, если кому-то нужно будет. А также у нас очень есть отдаленные участки деревни, в которых не ходит автобус. И нашим социальным работникам нужно добираться на велосипедах зимой, на лыжах, а иногда даже пешком. Два раза в год в сельские поселения выезжает мобильная бригада соцработников, которая также может приехать в случае экстренного вызова, что называется по звонку. Мы будем выявлять нуждающихся в социальном обслуживании и, естественно, оказывать услуги на месте. У нас в бригаде есть медицинская сестра, есть психолог, есть заведующая по обслуживанию на дому. Если граждане захотят получить те или иные услуги, естественно, мы все это окажем. Готовясь к выезду в сельское поселение, мы по базе своей пробиваем граждан пожилого возраста и смотрим, давно ли мы у них были. Если таковые имеются, значит, мы планируем выезд в эту деревню. Потому что по истечении года или полутора лет неизвестно, что с человеком, как он проживает. Может быть, он уже действительно в чем-то нуждается. 28 мая соцработники приехали в старопольское сельское поселение, где было запланировано посетить несколько адресов в отдаленных деревнях – Шакицы, Подлесия, Буряшки, Кошелевичи и в самом Старополье. В Шакицах навестили Зинаиду Павловну Антонову. Женщине 92 года, она ветеран Великой Отечественной. Во время войны работала медсестрой в госпитале. Живет одна и, несмотря на преклонный возраст, справляется с хозяйством и имеет прекрасную память. Женщина очень обрадовалась приезду людей. Ей измерили давление, спросили, что нужно. Зинаида Павловна старалась не жаловаться на здоровье, а вот новый холодильник пожилой женщине очень бы пригодился. Работники «Надежды» предложили ей пожить немного в центре, подлечить здоровье, отдохнуть от хозяйства. Но пожилая женщина боится оставлять дом. А Эмма Захаровна Воскресенская из деревни Подлесия постоянно проходит курс в центре, и по ее словам, если бы это было возможно, осталась там совсем. Эмма Захаровна инвалид по зрению, живет одна. Социальный работник Татьяна Мамонова принесла ей продукты, которые она просила, сходила за водой. Эмма Захаровна рассказала о проблемах, которых у нее, так же, как и у всех жителей Подлесия, хватает. В эту деревню не заходят автобусы, и поддержку в этой ситуации жители не находят нигде. Ко всему прочему, в Подлесии убрали мусорные баки, и жители собирают свой мусор в мешки, который вывозится лишь один раз в два месяца. Почти слепой женщине тяжело жить одной, и она с нетерпением ждет время, когда сможет вновь отправиться в «Надежду». Это мое спасение, и мой второй дом родной. Понравилось. И обслуживание нравится, и работники там все нравятся. Все нравятся. Да, все нравится. И питание, все хорошо. И зимой, зимой, вот октябрь, ноябрь, декабрь, я не могу здесь одна находиться. Не могу. Мне не помои вынести, ничего. Я помои выношу и блужу. Я не могу дорогу домой найти. Любое уважающее себя государство должно заботиться о своих детях и стариках. Будущее и прошлое взаимосвязаны. А помогают наладить эту взаимосвязь именно социальные работники. Не столь престижная профессия, но насколько важная и ответственная. Их порой единственных близких людей всегда ждут, им радуются и надеются на скорую встречу.